Лучшие работники строительной отрасли страны сегодня стали почетными гостями Дворца Независимости. Те, кто отвечают за возведение важнейших объектов Белоруссии и поддерживают высокие стандарты качества, оказались в здании, где творится современная история нашего государства. Арочные ниши, гипсовые вазы и масштаб международного уровня. Кто, как не специалисты профильной сферы, смогли оценить по достоинству филигранную работу на объекте номер один, который успели возвести в рекордные сроки за 30 месяцев. В строительстве Дворца Независимости принимали участие стройорганизации со всей страны. Специалисты одного из надзорных органов, которые выдают заключение последним и гарантируют качество, смогли спустя 11 лет после ввода здания в эксплуатацию оценить масштаб проделанных работ. Последний раз я был тогда в 2013 году, когда выдавалось заключение. Если это был тогда строительный объект, то это уже дворец со своей историей, аурой своей. Поэтому тоже горд, что снова побывал в этом прекрасном дворце. С 23 июля именно 2024 года вступил в силу строительный кодекс. То есть если это были десятки или сотни раньше нормативных документов, то сегодня это в одном едином кодексе. И уже все строители руководствуются именно данным кодексом. Сегодня каждый объект государственного строительства с нуля соответствует высоким стандартам. Свой эталон качества есть и у белорусских хлебопекарей. Так сегодня внимание гостей привлек пятиярусный каравай, который президенту подарили мастера Гродненской области. 90 кило муки, 46 яиц и 7 суток работы. Все в одном хлебном шедевре, который занял почетное место в зале торжественных церемоний. Ой, какой аромат! Слышишь, очень просто! Сегодня в системе Министерства архитектуры и строительства заняты около 35 тысяч специалистов. Функционируют 65 организаций по разным направлениям деятельности. В Беларуси ежегодно возводят миллионы квадратных метров жилья, объекты социального значения и историко-культурного наследия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова